можно было ждать такой динамики значит понедельник в британии праздник поэтому те кто торгует британский индекс либо акции связанные с британией либо же из компаний у них день отдыха так называется праздник значит вторник безработные по германии и индекс потребительских цен по евросектору это по европе канада с америка читается по числу количеству не занятых людей в нескольких хозяйственном секторе ввп канады за месяц счет и запас сырой нефти это уже в среду четверг в основном будет отчет по индексу доверия и активности в производственном секторе китай германия британия и штаты читается по этому показателю пятницу 2 сентября как раз после первых школьных звонков уровень безработицы по штатам имплоймент в нацить тридцать ну и количество занятых в не сельскохозяйственном секторе за август по сути ничего сверх волатильного не ожидается все все также ждут решение по процентным ставкам в штатах плюс для нас у пьют выборов и это также имеет огромное влияние на динамику и тренды на финансовых рынках хочу напомнить что в этом контракте в начале контракта мы возобновили на конкурсной основе то есть первые три призовых места по снп по некоторым инструментам снп евро и если не ошибаюсь рубль и ртс пока еще рано говорить о результатах о конечных это списках но вот хочу просто сейчас пытаюсь настроить это пока те кто уже оторвались неплохо первая двадцатка ганди соника девушка кстати кажется она сегодня даже в чате увидел 68 сделал 38 плюсовые 30 ну в принципе при такой серийности обычный контракт закрывается плюс дальше уже дело по сопровождению так это этот аккаунт потом марки т.к. хочу заметить неплохо работал в отличные сделки новой трейдер долька и зубр трудно выговариваемый трейдер люксар он уже старичок ну в общем есть новое есть и старички которые не упали лицом по тренду и вот собственно по рублю и по ртс также могу сейчас просто мельком показать более детально уже в конце контракта 15 сентября когда заканчивается контракт мы бонусы от компании в общем талантом огласим список и в общем установим первую двадцатку призеров лидеров так что это я напомнил кто не принимает участие просто смотрит за сделками либо дублируют сделки просто что вы знали и ориентировались когда примерно будет уже финиш так ну в общем то начнем с смп по традиции и так висим уже на второй такой массивности объемной которая все меньше и меньше объема обороты в принципе на прошлом массиве который еще возле 2155 сформировался 2160 это новый уровень им тяжело похоже что дальше толкать уже сложнее ликвидность идет на ровных оборотах причем не нет даже динамики по вот да кстати что там елен цен на труда и занятий на основе на рынок труда и занятий я думаю что это елен уже мало вернее не мало просто разучилась красиво рассказывать людям народу сказки потому что за неделю даже за месяц и даже за год я думаю изменить проблему количество безработных и ситуацию в экономике практически невозможно тем более такой большой стране как америка соединение стране и штат америки поэтому смотреть будем спасибо мне что акцентировал внимание на сегодня выступала я елен 18 00 если я не ошибаюсь с докладом о перспективах и в принципе новых основах кредитно-денежной политики для будущего да опять же без сроков без четкой конкретики я так понимаю дают вот меньше видимо следил я пока уровне отмечу и пока миша отвечает в чате мне тоже стало интересно какие там были вообще акценты на выступлении и участникам и те кто будет смотреть обзор в записи чушь как бы напомнить что у нас появился модуль time and cells вот и можно какие-то доработки для комфорта удобства использования этого модуля ну в принципе не только этого модуля остальных модулей тоже то есть программы допустим сервис там реверс чарт либо бар чарт если есть какие-то недочеты удобства там пить добавить фильтры которые вам необходимы вы можете спокойно обращаться в волк и support и желательно понятно изъясниться чего вот желаете чтобы там появилась если это действительно основательные хорошие допустим доработки я думаю что их легко добавят ближайшие сроки поэтому если есть какие-то пожелания skype и email открытые можете спокойно обращаться с этим вопросом так практически все не мы заявили что в этом году будет повышение ставки после чего индекс доллара начал расти ну отлично так процентная ставка сначала я думаю надо пережить выборы президентом сша потом уже будем про процентные ставки думать ну волатильность обеспечена в принципе если их не по не начнут поднимать а это начале нового президента сразу такие жесткие меры принимать я думаю повременят с повышением как минимум хотя бы до мартовского контракта так ну в общем уровне основные поясом пиры 2775 283 это массив последних двух даже трех недель 2192 раза встретили банда селлеров на 2190 поэтому такой достаточно интересный уровень промежуточная дозагрузка 20 43 47 уже была протестирована мы отмечали и вот собственно торговая сессия за 2163 шагнула то есть вот этот уровень поддержки который на 70 сформировался уже попробовали в третий раз атаковать и видимо получается все внимание теперь на плиту 275 65 в качестве уровня саппорта могут тут притормозить немножко и в принципе если не будут выпускать за 2150 еще можем постоять в коридоре хотя бы там до конца контракта ликвидность не растет соответственно пока никаких изменений по динамике крупных игроков нет также будет флэк таком примерно коридоре пока не начнет зашкаливать ликвидность примерно как здесь 3-4 дня подряд на повышенных оборотов к это как минимум можно чтобы это стало интересным для сильного движения и создать дисбаланс чуть-чуть заходят как видим 18 числа потихонечку не не аномально не сверхъестественно ну потихонечку откроются позиции сейчас посмотрим какой даже можем взять с 10 числа вся вот эта плита предыдущая плита была практически половина дней на фиксацию после такого движения здесь даже что-то открывает сегодня пятница и там 20 уже 30 тысяч контрактов дельта и с 10 числа ну прям такой супер динамики нет но набирает потихонечку вроде дельта на продажу да вот здесь как раз два дня были на хорошей ликвидности ну как на хорошая она ровная летит фактически выделили какую-то сумму и они и проворачивают каждую неделю одно и то же отклонение сильных особо не наблюдается так ну такой прям табор сейлеров 282 86 тут они основались по всему серьезно стресс во всех трех неделях были сильные такие дисбаланс по весам на продажу и в общем поддержка снова вроде как пытаются ее атаковать и на этой дельте вполне могут это сделать посмотрим пока ликвидность слабенькая мало что можно изменить при сильном движении даже могут легко откорректироваться понедельник так в общем да здесь крупная достаточно объемы по этим ценам у селлеров у байеров ситуация немножко хуже особенно в этой затуре 2178 тут 135 объем прошел но сейчас поддержки практически киити нет вчера было 300 тысяч контрактов на этой цене на 2170 тут практически по сотке набросали ну дельта на шорт ну и понятно с учетом того что там как раз последний день недели то есть вот эта пятница немножко фиксили позиции скорее всего из-за динамики так теперь уровне на этой неделе тут таких два ядро недели на 2 полу ядра распалась можем их объединить чтобы не загромождать линиями коридор ценовой и 2173 с половиной 2181 среда четверг плюс немножко пятницы вот у нас и здесь понедельник и среда сформировали второй поздно значимости уровень который даже попытались вот сбросить стопики вторник не забудем и выделим здесь тоже уровень сопротивления пригодится я думаю очень скоро так ну и вот этот очень интересный маневр на восемьдесят четыре с половиной восемьдесят пять и семь пять значит первое ядро основное дополнительно 2181 давайте его сольки выделю отдельно коридор 2080 по 82 с половиной вот у нас так поддержка которая была в среду потом еще даже проявились там байер в четверг с разгромом была пробита и соответственно ее уже как поддержку учитывать не стоит интересное проявление ликвидности вот как раз в этих точках открылись очень было объемная картина и вот на восемь четыре с половиной восемьдесят семьдесят пять тоже так был интересный выстрел по по ликвидности пока отмечу этот уровень нейтрально потому что относительно этого коридор еще трудно сказать что это поддержка и достаточно сильно удерживают целлеры цену на минимуме дня и соответственно ними на минимуме недели поэтому пока судить что это уровень поддержки не стоит значит два основных коридора которая в принципе могут целью защищать на следующей неделе если у них не получится у байеров не получится протолкнуть цену за восемьдесят два с половиной восемьдесят три соответственно либо будем висеть в коридоре между вот этими ценами 2150 2175 будет флэт до каких-то значимых событий значимое событие здесь внимательно состоится в сентябре кто следит по экономическим календарям найдите отчеты банков по процентной ставке сша российская федерации британия еврозона в сентябре там буквально каждого события день два разница три дня еще есть отчитываются по процентным ставкам центробанка соответственно когда там 21 кажется штаты 15 россия потом британия 6 либо 7 сентября вот в общем сентябрь будет весь на процентных ставках их как раз то даст хороший импульс на декабрьский контракт и но я думаю на такой до задержанной период это вполне ну создаст как бы в принципе взгляд на финансовый рынок если они так будут держать пониженные процентные ставки либо еще все понизят за один только сентябрь можете себе представить такая вот так в физик здесь также динамика затихла ликвидность идет ровно как написано в алгоритмах маркет мейкеров и мы отметим сейчас последнее активное движение вернее события массивы эта неделя плюс часть прошлой раз 30 10 29 85 ценой массив по этим двум неделям основной коридор если брать чисто с текущего контракта ядро 29 50 можно смело даже фиксировать 95 29 95 это ядро контракта здесь огромное количество времени был фикс аккумуляция объема здесь тоже топовая и такая очень выделяющаяся поддержка которую невозможно не заметить 29 15 29 30 соответственно флэйт вот в этом коридоре может продолжаться так же как и на смп пока не появится какие-то изменения по ликвидности поэтому когда начнет появляться рост ликвидности первое там хотя бы два дня тогда можете готовиться уже к возможным к возможной динамике либо реверсу ну а там уже и закрытие контракта осталось на самом деле недолго так на даксе та же картина здесь такие видите достаточно резкие коридоры по основным массивом из тех которые будут свеженькие это двухнедельный уровень на 10 605 10 530 также полторы недели здесь простояли потом уровень саппорта 230 200 335 и там по две недельки еще на 10 050 10 150 такой вот уровень то второй ну дальше если мы туда придем я на следующем вас летом он выделю сопротивление соответственно вот этот лаву 10 700 10 750 тут три дня простояли три дня ртс 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 нет Так, берем поддержку, обязательно, она пока себе неплохо зарекомендовала, 94,795,300, тут целую неделю старались в начале августа ребята, и вот эти раза четыре уже атаковали этот уровень, и пока удерживают выше этого коридора, когда пробьют, я думаю, они все сильно постараются толкнуть ниже, поэтому сразу ближайший левел 93,100, 93,500, ликвидность сегодня подскочила, вчера было 488 оборот, сегодня 737, вот, и вот три сессии, 16, 18, 18, вот как раз стоит уровень, мы сейчас захватим в качестве значимого коридорчика, итак, 96,597, массив, который сейчас важен, и ядро этой недели, мы сейчас выделим на 15 минутном таймфрейме, на ближайшее время, вот эти уровни достаточно важны, и их обязательно необходимо выделить, ядро пока еще висит на уровне 91, плюс-минус, и 900, вернее, 9600, 91,800, пока еще превосходство на этом коридоре, ну, буквально еще немного, неделька-две, и будет ядро контракта на уровне 95,500, контракт, вернее, основной диапазон контракта смещается периодически по тренду, итак, смотрим открытый интерес на индексе RTS, итак, на этой недельке выходили, как мы видим, за неделю сбросили порядка, ну, вот, с 609,000, практически 610,000, до 541,000, и это за одну недельку, то есть, возможно, готовятся к чему-то, либо фиксируют доходы, значение текущее не самое низкое, были и похуже активные периоды, вот, возможно, возвращаются с отдыха финансисты, трейдеры, и начинают фиксировать свои позиции, за счет вот этого снижения сбера, возможно, испугались, что будет на RTS также корректироваться, относительно сбера, динамика, и зафиксили позиции. Когда разобрались, что там произошла фатальная ошибка, они сразу, видимо, открыли позиции, вот, и сегодня снова фиксируют, ну, в общем, потихонечку выходят, но пока еще не глобально. Так, здесь мы отметили уровни, и теперь дельта. 24-го была активная дельта такая на стороне селлеров, это как раз тогда они начали заходить после фиксации, вот этой корректировки, вот здесь был хороший такой всплеск по открытому интересу. Вчера было почти 500 тонн оборот, сегодня уже 738, соответственно, огромное внимание на сессию 26-го числа и 16-го 08-го, здесь также в районе 800 тонн оборот был, дельта сегодня ближе к нулевой, но есть предпосылки, что вот здесь размещение селлеров, а тут у нас выброс по стопорям этих же продавцов, которые не должны были заходить по этому уровню. В общем, собрали там стопики, 95-700, 96-700, очень плотный диапазон, практически буквально вот две сессии, где не было такой активности по дейтингу. Тут 97 тысяч контрактов, объем дельта, самая такая грозная дельта в этом коридоре получилась, вот здесь 8 тысяч, здесь 7, и вот здесь еще 7, тут по пятерке. Так, ну, видно, да, волатильность без ликвидности достаточно редкое событие, поэтому такие скачки обязательно без следа не остаются. 97-150 по 450, тут два раза уже такой активный всплеск происходит во вторник и вот сегодня. В понедельник и в среду, то ли по привычке, то ли так, нужно, создают неплохой объем, защищают поддержку 95-500 и либо в эту сессию, как в понедельник было, либо на следующий день тестируют. Возможно, новые схемы, новые модели отрисовывают. Сегодня самая повышенная ликвидность за всю неделю и 97-150, 97-450 возьмите в качестве сопротивления ядро недели в районе 96-150, то по 95-600. Опять же, соответственно, по нефтянке, если добавить на CL-ку или RENT, корректировка на нефтяном секторе, там буквально три сессии, но сказать, что это сильное падение именно по нефти, не поднимается рука. То есть, небольшая коррекционная, даже рынок пятится, как будто вроде пытается идти на шорт, но когда они падают, то они падают намного волатильнее. И несколько сессий активность не угасает. Это вот насильство бренда, поведение в нефтянке, бренд фьючерса. И, в принципе, если 50-ю пробивает ценник, RTS будет уже зеленый на север. В противном случае ставим alert на 48-46 и alert на 51. Рубы. Участники, которые в чате, по возможности указывайте, хотя бы в несуществующие, не свои, но имена. Ну, допустим, NGKSH, неудобно даже обращаться к участнику. Я не против никнеймов, ну, сообщество достаточно уже давно существует, и я думаю, что в отношении к участникам и к тем, кто смотрит видеозапись, достаточно хорошее, и не нужно стесняться своих имен. Так, ядро по рублю за сентябрьский контракт 65-65-550. Здесь также по отношению к недельной ликвидности был такой выстрел. Потом промежуточное сопротивление 65-950 по 66-150. А еще такой немаловажный уровень, это как раз у максимума контракта 66-950 и 67-500. И из последних это вот 65-250, которые на этой неделе плюс еще через неделю сформировали такой активный коридор. Ну, и очень плотная поддержка, если учитывать 64-64-400. На контракте здесь уже второй раз они защищают 64-ю. И тут тоже такой дозор на 67-68. Самая ликвидная сессия, вот как раз на самом максимуме контракта. Вот ликвидность сразу. Ну, в основном так и любые реверсивные точки хорошие, они идут на повышенной ликвидности. Так, ну, в общем, пока нефтянка стоит на месте, можем вот так вот колебаться еще до закрытия контракта. Осталось недолго. Смотрим, открытый интерес, как там активность. Сейчас. Так, на этой неделе рекорд 248 тонн. Да, больше не было в этом контракте. Сессия 23-го числа. Здесь был самый интересный день. Показатель любитого интереса. Показывал пик просто активности. 64-635-280. Вот этот коридорчик возьмите на всякий случай во внимание. 3 миллиона 172 вот на минимуме здесь. Тоже хорошая сессия была повышенная активность. И чему-то сразу после высокой активности два дня потом фиксировались. Возможно, не в ту сторону пошел рынок в среду. Поэтому пришлось входить по стопорям. Соответственно, открытие позиции на падающей пятнице возобновилось сразу, 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 сразу. Соответственно, ждем пробития 64-й. И на 64-й ставим алерт. Возможно, до конца следующей недели мы увидим такую отметку. Так, дельта, как видите, просто рояль. Допустим, на той неделе здесь было все четко. Дельта была на страницеллера. Сейчас, секундочку, забыл поменять тип дельта. Ничего не изменилось, в принципе, как и ожидалось. 158 и все активные были в районе 65-64-800. Потом самая такая ликвидная сессия и активная 23-го числа. Тут почти 3 миллиона оборот был на стороне селлера. И 25-го числа тоже 95 тонн. Ведь две сессии одинаковая дельта, буквально 200 контрактов разница. Скорее всего, это не совпадение. Так, и если брать количество дней в неделю за байерами, две сессии, за селлерами три. Пока вот лидируют именно эти. Плотный коридор, где селлеры потрудились, это 65-65-200. И буквально рядышком, там же и байеры были очень активные. 65-64-840. Ну, пока уже котировочка была ниже коридора байеров. Тут 300 тонн, ликвидность 188-64, рядом сотка еще. Дисбаланс тут достаточно высокий по перевесу дельта. Поэтому, если пятница особо далеко не уйдет с этих уровней, и откроется ближе к 64-800-700, селлеры, которые тут набросали, возможно, тут и с топорей были байеров, но я думаю, что с ростом открытого интереса там вполне могли быть размещения. Поэтому понедельник, если откроется достаточно близко к этому диапазону, вполне могут его пробить и идти на юг. 64-580-620. Смотрим спот. Забыл совсем еще включить спотиус. Ну, здесь вся неделя на байерах. Сильного дисбаланса пока, как видите, по фильтрам особо нет. По значениям тут в районе сотки 288. Вот этот уровень был очень интересный. 64-80. Сейчас мы включим фильтр, который посвятит нам такие интересные точки. А, я что ж, мне дельта нужна. Совсем уже устал. Дельта. Да, вот они. Вот неделя. Вся зеленая просто. Все байеры, которые там зашли, вот стопари были на 64-30, скорее всего. Ну, в общем, вот так вот. В прошлой неделе тоже 64-й очень атаковали. И повторно на этом же коридоре, через неделю, был такой же активный процесс. Поэтому давайте выделим этот коридор на споте. Очень интересно проявил себя. И если не будут особо пускать ниже 64-60, вполне можем дернуться на 66. Ну, и 64-й это уже проверочный уровень. Если пробьют ниже. Дорога на 63-62 открыта. Могут еще пободаться на 66-20 и 65-90. Тут активность была достаточно высокая на споте. 65-30 мы уже на этой неделе тестировали. Так, коридора для спекулятивных сценариев. Очень-очень интересный вертикальный массив. 65-290, 65-440. Обязательно стоит отметить. Сегодня даже его попробовали протестировать. И снова вернулись на 64-700. Тут понедельник тоже формировал. Массивчик с утра. Давайте зафиксируем. 64-180, 64-650. Понедельник и пятница один тот же коридор ликвидно наполняет. Ядро недели вокруг 65-150. Тут 65-050 по 65-200. Это вот массив основной. Понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. 5 дней из 5. Здесь ставили кучу объемов. Так, цена пока ушла с 64-650. Поэтому вторник и пятница. Вот тут как раз коридорчик интересный. И оставили, как возможно, локации на поддержку. Возобновление здесь объемной активности. На всякий случай выделите. UWP на 65-й. Вклонение до 66-й. И 64-й. Это второе отклонение. ЕВРО. 12.75-12.90. Это просто массив этой недели и прошлой. Тут очень активно себя ведут. Даже 1.13 и 1.12.75. Массивчик. Второй блок. Чуть повыше сформировали на сопротивление. Мы число выделяем. Этот оставим. А этот мы... 13.25 по 13.35. В пятницу даже протестировали этот уровень. И пошли в все тяжкие на снижение. На 1.12. Тут они, скорее всего, задумаются. На денечек. В своих действиях. На 11.60. 11.12. Тут 3 недели сражались за покупки. И ядро пока еще возле 3-х единиц. Так и остался. Массив этот даже на 3-х. Вот. 11.35. 10.80. Пока еще в рамках восходящей динамики. И понедельник может остепениться. В принципе, и вернуться в район 1.13. Тогда с продажами осторожнее. Если не посмеет даже 12.75 пробить. И здесь будет объемная защита со стороны селеров. То можно попробовать даже прокатиться. 226 по сравнению с четвергом. Два раза выросла ликвидность на еврике. Очень интересно. Сейчас мы посмотрим на индекс доллара. Как там с ликвидностью. Объемная корреляция. Давно уже не секрет. И тут также. С 7.13 до 35 тонн выросла ликвидность сегодня. 2.500, 2.000 на этом уровне оставили. Тут все по двушке оставили. Здесь по полторы и 2.300, 2.400 и вот еще две штуки тоже. Вот уровни, где объем больше 2.000 контрактов. До 19-го даже 7.200 бросили в 94.50. Давайте посмотрим, что там по дельте по еврику. И заодно посмотрим на вот что. Вроде была активность на шорт. На максимуме. Ну как максимуме. За июль авус. И вот треска на 2.500, 2.700 дельта выросла на байерах. Вполне возможно была активность, специальный маневр на снятие стопорей у байеров. И выход из равноудоленного канала. Как бы ложные пробития возможно сделают. Ну посмотрим. Пока вот идут на 1.12 и 1.11. Вот здесь 27 тонн. Очень жестко оставили. На покупочку. Так, а на индексе доллара. Сейчас вернем. Дельта нулевая фактически. С такой ликвидностью. А вот объемы. Пятерка, 4.5, тройка. Вот в общем-то даже 4.200 есть. Это коридор на индексе доллара. Вот видите, дельта практически неделю держалась на селлерах. Потом тоже такой коррекционный со слабой дельтой маневр. И снова на исходную, на снижение. Поэтому понедельник, вторник, среда могут также отыграть коррекционный момент. Там до 95, 90... Вернее 95, 50, 96. А потом снова все тяжкие на шорт запросто могут такое показать. По еврику открытый интерес. Продолжает идти на дно. Чем выше, тем хуже. Но вот сегодня как раз зашли. Причем немного, но попытались, по крайней мере. А это индекс доллара. Давайте без склейки. Самая активность была как раз возле 97. Сейчас затихли и буквально вчера наоткрывали. И сегодня даже чуть-чуть, чуть-чуть совсем закрыли. Но активность не кипроповышенная, вот как здесь. Выше 50 тысяч, это уже неплохо. Здесь 40,000. Тут почти 60 было. В общем, пока к индексу доллара интерес ровный. Без особых аномалий. Так, это еврик за недельку. Ну, тут все не сложно. 13,10 по 12,89 и это ядро. Второй тоже неплохой уровень. 13,43 по 13,3 на сопротивление возьмем. В пятницу также тут оставила немало объема. Самая ликвидная вспышка 56 тонн по еврику за 15 минут. И ценник болтается на минимум недели. Соответственно, все объемы, которые в пятницу выбросили. Вот эти массивы берем в качестве локации на сопротивление. То есть, такие спекулятивные островки. Возможные защиты с серверами. 12,42, 12,50. И вот плотный коридор, начиная с 12,60 и заканчивая с 12,80. Тоже здесь ликвидность и просто прыг-прыгий. Ну, этот уровень сопротивления соответственно. Ликвидность ровная. Нет пока размещений сверх нормы. Поэтому и сверх динамики ожидать пока не стоит. Значит, ядро контракта 32 по 31,40. Пробовали два раза 32,80 продавить не получилось. Ну и поддержка их ждет неплохая. 30,50 начиная и до 29,40. Так, даже плотнее давайте возьмем. Тут 29,70. Достаточно такая плотная котировочка с ликвидностью. Разворачивали как раз носительно вот этого массива фунт. И сопротивление, если все-таки продавить 32,80, это неплохо спланированное сопротивление 33,55. 33,15, ну 33,20. Тут 3 сессии, тут 3 сессии, тут 4 сессии. В общем, этот уровень номер один. Сопротивление для фунта и, собственно, поддержка номер один. 1,2,3. Ликвидности пока вспышек нет. Поэтому может либо продолжаться динамика, либо будет стоять в коридоре. Даже если и будут идти на снижение, то не особо больно. Light Sweet Crude Poil Futures на черную жижу. Как только человечество разобралось, что черную жижу можно очень классно использовать, начала меняться планета и человек. В общем, кто видел нефть вживую, вот от этой жижи зависит достаточно много человеческих судеб. И все вокруг нее сейчас и строится. очень важный, ценный ресурс. Значит, 41,80, 43,15. Это за несколько контрактов. Тут склейка 5 из 3. Разворачивали плотненько. Тут даже захватили еще 47. Вот так возьмем. Такой реверсивный процесс. И уже неоднократно на 45 по 45,50. Тут максимум сейчас. 46 даже, соня. 45 по 46 за 3 месяца. Тут будет ядро. И пока в сопротивлении мы удерживаем внимание на 48,65, 49. Тут две сессии постарались и остановили пока динамику роста. Но байеры 3 дня тут трудились, чтобы она особо не упала. Поддержка 46,45 и она же ядро квартальное выделяем. Все внимание здесь. И второй уровень поддержки, который будем мониторить на следующей неделе. 46,5 и 47. Тут три дня. Чуть-чуть выросла ликвидность. То есть, уже за полмиллиона было только 23 числа. И тут три дня очень так плотно, ликвидно стояли. То есть, пятница хоть и возвращается на 47,42. В общем, если получится у них, то на следующей неделе можем увидеть расширение за 49. Посмотрим, что там по дельте у нас. Да, вот четыре дня идут агрессоры на бай. На Сельке. И хоть и не на аномальных оборотах, но тут коридор прям просто вот живого места нет. 46,5 и 47,10. Вот тормозили Селлера. Уже скидывали покупки свои. Видите, реверсивность здесь тоже начиналась не супер красиво по дельте. Вот здесь прям каждый день. Четыре дня из пяти была дельта на бай. Вот резкая смена, видите. Так, ну, октябрьский уже исчезает из нашей жизни, из истории. А на ноябрьском тут неделя самая-самая повышенная активность за ноябрьский контракт. На нефтянке там короткие контракты по месяцу, поэтому открытый интерес более глобально. Лучше смотреть на отчетах СОД. Вот такой вот широкий волатильный массив. 48,48,38 оставили сегодня. И прям тут просится выделить уровень поддержки. 46,7,46,90. Среда, четверг, вторник и ночь понедельника тут удерживали уровень. Сколько раз не возвращались, они отстояли. Сопротивление 48,48,38. Понедельник, вторник тут закрылся. То есть не развернули, а именно закрылся. То есть открылся в среду маркет не очень. И вот развернули, пока остановили котировочку на 48. Ядро недели 47,10 по 46,7. Бренд. Кто недавно использует программу Wallfix, рекомендую. В MarketWatch нажимаете Synchron Mode. Синхронизация. То есть, видите, я нажимаю на тикер. И все модули, которые я выбрал. То есть вы здесь отмечаете, какие синхронизировать. Сразу там подгружается непосредственно этот тикер. Не нужно в каждом окне выставлять тикер, выбирать. Это занимает много времени и, в принципе, не нужно. Нажали просто. Этот список вы можете сами создать. Просто добавляя сюда тикер. И так будут строиться таблицы из необходимых вам инструментов. Если надо сохранить списки отдельно, вот здесь вы сохраняете. Это вот стандартный RTS, Fords, MySix, EOS, CME, NICE. То есть, стандартный список базовый по биржам. И еще нажимаете кнопочку Chart. Появится вот такой вот предварительный график, который можно быстро посмотреть, оценить, что происходит на некоторых рынках, не открывая модули вообще. То есть, такой знакомительный. Так, ну, поехали. Значит, бренд NICE, который торгуется, тут, опять же, поддержка неплохая. 49, 48, 25. И очень как-то агрессивно встретили 50, 40, 50, 80 в качестве сопротивления мы отметим. Плюс, пятница не посмела пока провести этот ужин. Поэтому здесь номер один сопротивление, а здесь номер один поддержка. Ядро, соответственно, на самых топовых ценах тут 6 дней уже болтается маркет. И 49, 25 по 49, 80 ядром активное. Ликвидность падает. Это означает, что скоро будет очень сильное расширение. И пока вот объем не появился крупный, могут еще в этом коридоре стоять. Ну, запасы нефти в среду никто не отменял по штатам. И такой уверенный достаточно тренд был. И очень уверенно байеры дальше продолжают держать контроль. Если бы их не было, мы бы уже вернулись на 44,5-45 как минимум. Но стоят на максимуме вот этого периода и удерживают. Здесь уже октябрьский ушел в историю и ноябрьский на пике. Все открывает позиции. Уже 517 тысяч показателей критого интереса. Сегодня чуть-чуть бросили, как видите. Перед букендом это нормальное событие. Голд. Это и был ноябрьский, я показывал. Я переключился. Михаил. Уровень так у вас стоит. 1400. Кстати, там поменялись объемы на этом уровне. Или же нет. Изменения произошли. Очень такая грозная плита. 13,56-13,42. Хоть тут и не максимум контракта, но по плотности в торгуемых дней я бы выделил как раз 13,45-13,55 как основной диапазон. Особенно вот эту часть. И проверенный уже уровень поддержки. 13,25 по 13,15. Даже поставим вот так вот салатовым цветом. Ярко салатовым. Тут полторы недели, тут полторы недели. Два дня на этой неделе удержали. Не, я имею ввиду вот этот уровень. 1400. Акционный уровень. Ну, в общем-то, ушли с 13,45 на 13,25. Буквально перешли в себя и сразу вернулись обратно. Сейчас пока цена бывает на 13,24. Вот. Ну, уровень сопротивления. Тут 13,40 возьмем по 13,47. Это текущая неделя. Ликвидный массив по золоту, дельта. Ну, скажем, не аномальная. Тут были байеры. 24,25 числа. И широкий, очень широкий торговый день. На стороне селлера уже 1300 контрактов. Вот. Ну, байеры тут 4 тонны оставили объема. Тут 9,15. Ну, на стороне селлера. Сейчас проверю. Может, тут кто-то умел. Угу, угу, угу. Угу. Ну, а пока вот так вот. Поставим чуть попроще фильтр. Вот здесь вот плотно очень. Прошлись 13,35-13,40. Еще в начале недели. И пока сильного такого дисбаланса не наблюдается. Не со стороны байеров. Со стороны байеров на 13,30 были такие проявления, но по одной цене. Всего лишь. Ну, а, я уже испугался, думал, там полмиллиона контрактов на 13,21,5. В общем, ликвидность на минимуме пятницы вот на стороне селлеров пока появляется. И очень ликвидные участки по десятке. Здесь бросили три цены очень-очень так неплохо. И 24-й тоже по десятке есть уровни. Отметим сейчас открытый интерес. Ну, потихонечку уходят. В общем, небытие. И вот этим маневром только усугубили ситуацию. И за всю неделю так... С 38 тысяч упали на 14. Соответственно, пока выбрасывают из рынка. Ну, не критические, но... Изменения видны. Тут фильтры сразу можно и не задумываясь выделять. 13,41, 13,43,4 и ядро недели 29,6 по 13,25. Поддержка будет на минимуме счетверга и кусок пятницы здесь уже не раз там были и отметились. И очень ликвидная часть начинается с 13,35 и заканчивается 13,45. Шпилька пятницы. И еще один такой блокпост у нас находится во вторник. Там жестко контролировали 46-ю. Прямо три раза туда приходили и все равно там на Америке даже оставили кучу объема. Вот так вот. Ну, в общем, уйдем ниже 13,23. Держимся установленных уровней. И в сентябре будет 4 открытых вебинара на интересные темы. Приходите. Обязательно будем рассматривать разные подходы и интересные наработки. На сегодня все. Спасибо, что пришли. Прибыльная неделя. Попутного тренда. И встретимся в следующую пятницу. Опять же в 20.00. Опять же по этой ссылке. Всем всего хорошего. Хороших выходных. До свидания. Пока.